здравствуйте друзья у нас сегодня пасмурно второй день подряд вот такая необычная для калифорнии погода но переживем правда зима для зимы это вполне характерно на самом деле так вот что у нас происходит тут у меня некоторое пресыщение возникло в ответах на те вопросы которые там накапливаются на фору на форуме на сайте залив . орг потому что в общем то как сказать повторяемости много в вопросах то есть скажем значительный процент вопросов отличается только скажем городом из которого пишет человек или там институтом который он закончил а так в общем то одно и то же поэтому значит какие-то иммиграционные какие-то советы по жизни там какой материал ему изучать какую профессию получать и так далее и в какой-то момент становится трудно как бы отвечать на этот вопрос так как будто его никогда не задавали знаете заново пройдет время я так немножко может быть больше в себя приду и снова начну как бы эту эту тематику разрабатывать значит ни один вопрос не проходит незамеченным я их даже если они в других местах задаются я их стаскиваю вот на форум в тот топик в котором у нас задаются вопросы и хочется показывать вам людей как бы неординарных интересных по-своему разных поэтому я наталью квик в этом в этом качестве рассматривал и продолжаю рассматривать то есть она такая неординарная совершенно женщина и не обязательно что там она всем нравится но конечно мы не можем наш канал превращать там скажем слившиеся что-то с каналом там другого блогера нет конечно но мы в общем-то получаем удовольствие от общения я вчера вечером это было даже не вечер у меня был урок вечерний и я в 11 часов закончил где-нибудь там пока туда-сюда но где-нибудь ближе к 12 пришел домой сидел у компьютера и где-то в районе там может быть часа или там пол первого значит возникла беседа с очень известным человеком зовут человека наташа купер наташа переводчик-синхронист тут она приехала в соединенные штаты будучи переводчиком-синхронистом довольно высокая квалификация если кто понимает и здесь наталья стала наташа стала преподавать английский у нее довольно большая аудитория по всему миру очень много людей занимаются и в россии и украине и там каких-то других республиках бывшего ссср и по америке есть может быть не так много хотя казалось бы им тут в америке нужнее но не суть может быть они попав в америку понимают что можно обойтись а вот так же как там меня иногда критикуют что этом акцент какой-то я говорю ну да но меня не беспокоит я даже никого не беспокоит живу нормально не ту же не парюсь вот поэтому может быть и за этого не знаю и вот мы с наташей наверно так часок проболтали на разные темы связанные с изучением английского языка вы на самом деле можете пойти в ютюбе просто по-русски написать наташа купер да и первое же что выйдет выйдет ее канал и вы можете посмотреть там много много у нее там штук 80 90 небольших сюжетов наташа делает коротенький на минут по 5 такие вам надо понравится мы договорились что когда наташа приедет в наши края и происходит периодически мы с ней сядем отдельно запишем разговор потому что так много вопросов задают по поводу английского и если вы посмотрите на трафик на количество просмотров вы увидите что любая тема название которой есть что-то такое относящиеся к изучению английского языка вызывает повышенный интерес и там гораздо больше просмотров чем на любой другой теме или скажем так на среднестатистической теме так так точнее будет поэтому я думаю мы еще сядем может быть часок а может быть даже и пару часу часочков поговорим в приложении как бы языка к эмиграции и как улучшить язык тем кто уже как-то владеет и так далее мы поговорим так что если у вас есть какие-то вопросы на этот счет ну пишите прямо здесь в комментариях и я тогда смогу задать мы можем в принципе и и в skype записать и как быть для этого необязательно именно встречаться то есть можно до того как мы встретимся записать что-то еще мы договорились с наташей что я возьму пяток студентов наших русскоязычных и они каждый минут по пять значит расскажет например о себе не 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 будет зачитывать так а просто вот такой свободной манере расскажет о себе и мы эту запись дадим наташи купер она решит вот такую задачу значит несколькими несколькими штришками каждый из которых достаточно легко реализуется вот понимаете понятно что можно там учить 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 и учить и станет лучше это даже вопросов нет вопрос в том что люди работают люди заняты они чем ну понимаете ну конечно можно в машине там что-то слушать повторять у наташи хотя есть такой там курс который люди в машине там повторяют но что-то такое что вот тут 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 и тут бах и мы имеем существенный результат вот мы договорились что на живых людях это покажем поэтому такая вот у нас впереди хохмочка я надеюсь что все это получится потому что иногда бывает что ты планируешь что-то а потом она не не получается так тоже бывает к сожалению но но ничего страшного ничего страшно вот я я как бы нацелен на то чтобы это сделать проблема в том что не каждый человек хочет чтобы его показать есть есть ли которые нормально легко там себя могут показать но гораздо больше людей стесняющихся поэтому что тут скажешь значит я надеюсь что мы найдем я клич брошу вот у нас сейчас группа сидит очень смешная получилась группа там их человек 30 сколько 32 33 надо будет заново пересчитать и все разбиваюсь так вот значит старый стал знаете уже до 33 не могу засчитать они еще передвигаются в процессе данька как ловите по базе данных надо в общем 30 небольшой человек и один оказался не русскоязычный причем он выглядит как чек с кавказа то есть если пускал если к это там из азербайджана чак я сказал ну да такой типичный азербайджан оказался он индусом очень светлый очень светлый по сравнению с теми индусами которых мы привыкли видеть он он не похож на выходцы из индии вот такой вот бакинец знаете и улыбка у него такая такой душевный душевнейший парень такой свой в доску очаровательный совершенно вот откуда-то к нам приехал этот товарищ из нью-джорси по и вот так все остальные вот значит наши ребята и там из россии украины белоруссии там может быть казахстану там киргизии там и так далее такая совершенно русскоязычная группа вот может быть мы из них кого-нибудь возьмем так что я надеюсь что питок нам наберется я к чему рассказываю к тому что может быть если у вас есть какие-то такие соображения на этот счет давайте соображения на этот счет потому что вас многое вам виднее единственно что это должно быть реализуемо то есть скажем если вы скажете давайте сделаем там интервью с позднером во первых я не хочу с позднером во вторых я не писаю как это может произойти вот поэтому может там еще кто-то вам там шойгу какой-нибудь тоже не годится кстати я вам расскажу случай смешной тут значит пару дней назад в фейсбуке девушка какая-то мне пишет что мол посодействуйте коллегам говорит она значит нам нужно для значит там передачи которые мы готовим значит несколько человек там вот которые служили в американской армии наши заотечественники служившие в американской армии может быть служащие в американской армии вот для передачи то что они там готовят называется центральное телевидение с водимом там я не знаю этого человека я этой передачи не знаю и поэтому я фамилии его не помню но центральное телевидение я помню но я думаю что такое за центральный телевидения значит делаю поиск в гугле выясняется что это программа на нтв я думаю значит нтв пошел посмотрел на ютюбе там значит я смотреть не стал но по заставочкам и по заголовочкам как бы понятно о чем речь то есть как бы как сказать чтобы я вражеской пропаганде помогал значит там введение идеологической войны против собственного народа и против всего мира и всего такого и чтобы я им помог я к чему говорю что если идеи будут возникать то вот за пределами вот вот этого так может быть что-нибудь из американской жизни если я с удовольствием вот я я еще раз напоминаю что у нас обещался юра мельников подъехать у нас обещалась слорида ялта тут проездом тоже к нам заглянуть и вы можете сказать что вам не интересно и вы не любите там ни того ни другого но не смотрите значит как бы я я к этому так отношусь значит ну ты же видишь вот там и по названию видно и там по картинке обычно видно смотри чую я же не могу так вот если вы включите там я не знаю первый канал да вы же не все передачи смотрите там может там спокойно ночь малыши может не смотрите или там по какому каналу сейчас идет я не знаю но во всяком случае это же не повод пойти поставить там дислайк или там матернуться на них сказать что на хрен вы вообще-то только эфир эфирное время занимаете со своими тут детьми значит а у у кого детей нет значит и должны страдать в это время не надо страдать поди стакан прими и отдохни немножко так что я считаю что за рамки разумного не должно выходить ну то есть бывают люди более эмоциональные менее эмоциональные но когда какой-то идиотизм начинается то возникает вопрос зачем нужен идиотизм и хотим ли мы больше идиотизма или хотим мы меньше вот эти вот вот без этого поэтому значит принцип не нравится не смотри остается в силе и как бы ничего разумнее этого нет пока потому что есть много людей у них самые разные интересы и значит мы мы не можем во случае я я не хочу и не могу делать что-то в интересах там ведь на какой-то маленькой группы которая потом опять поделится по интересам и снова поделится и так далее и какая-то ерунда получается вот считайте что вот это такой канал на котором много разных передач и программ но ты если что ведущий один и тот же такая вот специфика а у нас много разных рубрик значит вот если эта рубрика тебе нравится ты эту рубрику не не смотри вот может нам действительно как-то это все подозревать по рубрикам даже не знаю в общем пока пока так пасмурный день кинок а есть место все таки не вижу места да тут чтобы место было надо приезжать не к десяти как я а что-нибудь вот пораньше уж не курить ли они там идут аравы этой как-то подозрительно смотри сразу четыре человека и курить наверно курить идут наверно идут курить сейчас мы их отловим и сурово посмотрим как в песне поется но сурово брови мы насупим если враг захочет нас сломать не курят инженеры в америке понимаете чей поэтому привыкайте сразу если там настройки работать нормально да если может там трачок водить тоже нормально а так вот не не курят инженеры тут слева есть место но слева нам не положено слева нам не положено слева нам не положено так окей так 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 но сурово брови мы насупим окей если враг захочет нас сломать как невесту родину мы любим бережем как ласковую мать хорошо встал молодец все ребят счастливо